Сейчас я хочу поразмышлять о державности, о княжестве и о пакс романум. Все это понадобится в контексте как лучшего разумения вами предыдущих изложенных мною материалов в видеозаписях, так и для лучшего разумения в общем-то истории, так и для лучшего разумения того, что я буду излагать в материалах последующих. Конечно же, темы эти очень обширные и также подлежат более детальному исследованию, но если коротко, то княжество – это одно из свойств князя. Княжество – это то, чем князь наделен по праву своего княжеского рождения и то, что в общем-то признается всеми другими кастами. Соответственно, древние греки называли такие княжеские рода династиями, а самих представителей данных родов называли династами. Так они называли, собственно, правителей, последующие сыновья которых по праву рождения имели права правителей, где, по сути дела, принадлежность к правящей семье определялась исключительно происхождением из данной семьи. И вот к подобным династиям относятся и боспорские цари, относятся и рюриковичи, и все более ранние династии Руси-Украины, то есть Скифии, то есть Сарматии, то есть Кемерии, Антии, Раскалани и так далее. У греков такое, как правило, не практиковалось. У самых древних греков, естественно, такое было. Но со временем, во-первых, правящие династии у них, очевидно, деградировали. И когда народ смотрит и видит, это уже не божественный представитель. Это не тот, кто может вести их вперед и говорить им что-то новое. А это, в общем-то, такой же хряк плюс-минус, как и они. Конечно, хряк чуть лучше образованный, чем самые простолюдинские из хряков. Но, по большому счету, интересы которого также лежат между сиськой и писькой. И вот как-то так. И понимая, что, собственно, их верховный хряк – это такой же хряк, как и они сами, они иногда свергали своих законных хряков и выбирали уже каких-то более подходящих. Так в Греции развилась демократия, выборная форма правления. Но, конечно же, греки были знакомы с рядом государств, где, в принципе, бывало такое, что также есть какая-то вот именно династия правителей. Но там, по сути дела, есть династия правителей. И, как в поздней речи Посполитой, по сути дела, из этой династии потом выбирается правитель государства. Но по рождению представители этой династии еще не являются, в общем-то, правителями. То есть, если возьмем пример с поздней речью Посполитой, я его привожу исключительно потому, что у вас больше возможностей загуглить, у вас больше возможностей по Википедиям или даже в Ютьюбе найти какие-нибудь видео, где вам всякие историки и популяризаторы в той или иной кратце или детализации расскажут, в общем-то, о политическом устройстве речи Посполитой, о том, как выбирали польских королей и как это все функционировало. Я же хочу сказать, что такое часто бывало и, допустим, приблизительно такое же было в Фригии, в некоторых регионах Фракии, по сути дела в Македонии, по сути дела так вот было среди предков Сашка Македонского. Такое было именно в Египте, где не было рода фараонов. Фараонов был фараон и, соответственно, фараон, зачиная с сыновей, кому-то из этих сыновей мог, соответственно, передать права правления. Но все братья этого фараона, все его младшие сыновья, какие-то дедья, старые деды и все, вот это вот, оно было, конечно же, знатными вельможами, но они не были фараонами. Если же берем, в общем-то, династическое устройство ведических княжеств, там княжество – это свойство человека, свойство человека, которое соответствует его духовным качествам и которое является его неотъемлемым врожденным свойством. То есть, берем речь Посполиту, как там, там существует правящая династия, причем даже не то, чтобы она особо правящая, ну, так или иначе. Вот есть династия, есть другие династии, поляки могут даже шведского короля позвать и себе на трон посадить, с чего, в общем-то, потом и начнутся польско-шведские войны. Короче, там своя веселуха. Но королем, одновременно в Польше, являлся всего лишь один человек. Его старый дед, при этом, не оставался королем. Его отец, который уже мог отойти от власти, тоже не оставался королем. Его братья не были королями. И, в общем-то, его сыновья тоже не были королями. Если берем Русь, то там есть великий князь, который является правителем государства. Но и его, если он еще жив, отец также продолжает быть князем, хоть он может уже быть не правителем государства, он может уже отойти от дел, или пойти куда-нибудь в монастырь, или заниматься подготовкой кадров, или, ну, короче, может заняться разной деятельностью. От какой-то достаточно бессмысленной типа собственного физиологического доживания этой жизни, до весьма благородных, до весьма важных и интересных. И также князьями являются все братья великого князя, за исключением бастардов, и также князьями являются все дядья великого князя, и также князьями являются соответственно все его сыновья, просто по факту рождения, без какого-либо того, чтобы народ голосовал, что там признать их князьями или нет. По факту рождения сыновья князя князья и племянники его князья, и это все по факту по праву рождения. Единственное, что если кто-то из них будет вести себя как дегенерат, о нем могут сообщить ближайшему Рахману или отправить сведения из Крастан, и там Рахман может сказать, что ну как бы все, это уже не князь, это уже грязь. В общем-то в свое время Рахманы такое постановили касательно товарища Владимира, который ввел христианизацию Руси. Но это тоже совсем другая история. Итак, в ведической династической державе князья являются таковыми. Независимо от того, правят они державой или не правят. Независимо от того, хочет ли народ, чтобы они были князьями или не хочет. Независимо от того, что тот народ вообще думает и по сути даже независимо от факта существования данного народа. Также князь может оставить предыдущий народ, которым он правил, которым правили его предки, уйти и править совершенно в другом регионе и при этом как бы это никак не повлияет на его священную княжественность. Как, в общем-то, сделал Рюрик, собрав своих братьев, собрав своих ближайших родичей и уйдя из территории Ютландии, из территорий соответственно вот тех, куда наступали франки на территории в общем-то Руси. И такие принципы у в общем-то предков Рюрика были с времен настолько древних, насколько это вообще можно проследить. Для того, чтобы еще отличать понятие вот это просто лишь князь, который просто князь по роду, но он ничем не правит. И это князь, который чем-то правит, в ведической терминологии существовало обилие всевозможных терминов и часто когда уже вдавались подробности что это за князь, то князя, который просто князь по роду, его называли Рдекнес. Князя, который правит какой-то территорией, каким-то родовым объединением, потому что князь может также в первую очередь связывать свое правление, реализацию своих княжеских функций не с территорией, а с другими княжескими родами. То есть может прийти как великий князь, подчинить себе мелкие княжеские династии и не провозглашать, что он князь, правящий территориями, допустим, от Сиана до Дона или еще как-нибудь так, а что он князь, который правит, допустим, дандариями, таретами, торпетами, ипсиями, фатеями и всякими разными, которые жили, допустим, на территории при Азовщине древней. Всех их можно в принципе почитать в титулах боспорского царя. Титул боспорского царя в этом плане тоже интересен, и боспорские цари были князьями в чисто ведическом смысле этого слова. Они были царями по роду, плюс еще, когда они уже те из них, по крайней мере, которые вступали в правление, и когда они вступали, они провозглашали, что они являются градоначальниками Пантикопеев, Анагории и вот ряда других основоположных городов боспорского Амфектиония. По сути, если они хотели максимально помпезно представить свой титул, они еще представлялись как верховные жрецы храма Аполлона, хранители Сакарийского завета, предводители боспорской симмахи, хранители боспорского пролива, еще куча всяких вот таких вот титулов, но основные титулы это градоначальники, условно говоря, сейчас вообще упростим, Пантикопея, Фонагории и, допустим, Феодосии, поскольку Феодосия некоторое время была чуть дальше и как бы была на какое-то время потеряна, а потом возвращена, поэтому ее упоминали дополнительно. Ну, это даже сейчас не важно, то есть, по сути, боспорские цари провозглашали, что они являются городоначальниками ряда городов, плюс они провозглашали, что они являются сюзеренами над рядом правящих династий. Ну, соответственно, Дандариев, Осевых Ариев, соответственно, Синдов, соответственно, Меотов, Таретов, Торпетов и всяко разных. И вот эти все названия, это также названия не территорий и не просто всего, вообще всего населения, которое там жило, а это названия правящих династий, мелких правящих династий, потому что когда-то там было достаточно мощное Синдское царство, которое вот этих всяких мелких контролировало. Потом так получилось, что значительная часть Синдов ушла вместе с кемерийцами в юго-восточном направлении, а вот эти мелкие династии несколько уже несколько уже поднялись на фоне опускающейся основной династии Синдов, и поэтому дальше археонактидам пришлось все это переподчинять уже под себя, ну как они и Синдов тех же самых подчинили. И вот когда они провозглашали, что они являются царями Синдов, подразумевалось, что они те, которые подчинили себе всю Синдскую знать. Дальше там уже у самой Синдской знати были свои всевозможные подчиненные какие-то не знаю торговцы, воины, простолюдины, вот это все вообще не считается, это уже само собой разумеется. Воспорский царь не провозглашает, что он является царем простолюдинов, или не провозглашает, что он является царем всего народа. Он провозглашает, что он сюзерен по отношению к младшим династиям, условно говоря. Градоначальник важнейших для его царства городов и, соответственно, сюзерен для династий. При этом может быть так, что один из братьев очередного поколения боспорских царей провозгласится как царь, городоначальник и все-все-все дела, а другой его брат тоже будет царем, но при этом не будет править и будет царем вот чисто в ведическом смысле как князь по роду, как Рдекнес. И это дальше никак не будет влиять на деятельность основного князя. То есть, этот второй брат может или со временем все-таки прийти к вопросу о управлении каких-то частей боспора или каких-то функций в боспоре. Ну, или вообще не приходить, может заниматься военными какими-то походами или философскими изысканиями, строительством. Ну, или просто если это какой-то вообще такой человек, который лучше бы и не рождался, то может просто сидеть во дворце, жрать, пить, спать, жрать, пить, спать. Ну, то есть, заниматься реализацией интересов большинства нынешних, к сожалению, живущих. И, в общем-то, подобные династические принципы были и у сарматов, у скифов, ну, всех вот этих династик. династий. И само понятие сармат предполагает принадлежность человека к княжеской династии сарматов. Самой княжеской династии сарматов были подчинены мелкие династии и верховный князь сарматов провозглашался как правитель над такими, такими, другими и этими. я их сейчас всех не перечисляю, но их там больше двадцати основных. Каждый из этих двадцати основных также провозглашался, как правитель там десятка или сотни каких-то мелких своих всяко разных. Ну, а уже у тех были там свои какие-то воины, торговцы, простолюдины, какие-то города, какие-то стада и то есть прочее имущество. Это принцип княжественности, где княжественность это не название территорий, это не какое-то право народа и не что-то вот такое вот, а княжественность это исключительно свойство князя, которую князь может реализовать полноценно, стать махаксанесом, правителем там обширных территорий, повелителем соседних стран, шахен-шахом, который покоряет другие династии, ну, или тихенько себе там просто быть тем, кем он родился, по роду он все равно князь, правит он кем-то, не правит, потерял ли он все владения, такой князь может бежать к другой какой-то княжеской династии, если у него отняли его владение, он может с той княжеской династией договориться, что или они заключат династический брак, или он пообещает соответственно той княжеской династии часть своих каких-то былых имений, и вместе они отвоюют у его обидчика былые его все эти имения, и соответственно он вернет себе эти имущества, может завоюет еще больше, все равно при этом и когда он имел свое имущество движимое и недвижимое и когда он потерял свое имущество и если он его восстановит и если он его не восстановит и если это имущество не восстановят даже его дети и внуки а лишь будут пытаться восстановить правнуки все равно князь будет князем По родовым правам он князь, и все равно при встрече простолюдины должны будут почитать его как князя, и все равно, даже потерявший имущество, князь не перестанет быть князем, так же само, как человек, даже не знаю, если в каких-то обстоятельствах окажется без одежды, без всего своего имущества, все равно от этого он не станет обезьяном, от этого он не станет каким-либо другим зверюхом, он как был человеком, так он человеком и останется, за исключением, что он может быть человеком и иметь все, что свойственно человеку, и реализовывать все, что человек может реализовать, и пытаться еще пойти дальше, переходя уже на уровень божественности, а может, соответственно, так и оставаться, по сути дела, двуногим животным, ну или если в случае с князем, который не укрепляет свое княжество, ну то, по сути, тоже таким вот человеком, который просто живет, не творяя, не развивая, не укрепляя. У греков и римлян представления о княжестве и о государстве совершенно другие. В общем-то, именно поэтому официальная историография говорит, что у славян в древности не было государств, подразумевая под государствами исключительно государства греко-римского типа. В ведических государствах по принципу княжества у князя, который правит, естественно, может быть весь государственный аппарат, у него может быть четко застолбленная территория, у него может быть куча чиновников, послов, каких-то министров, подминистровиков и прочих, часть из которых будет из его ближайшей родни, а часть из которых будут представителями низших династий или кадровыми какими-то жрецами, которые являются специалистами по каким-то темам. И вот он позвал их в свое, значит, правительство для данной страны. Такие ведические царства вполне себе и монетами пользовались. Чеканили монеты и боспорские цари, и скифские цари, и сарматские цари, все это известно. От этих монет в древности ломились сокровищницы уже царей и правителей времен Средневековья. А сейчас ломятся полки разнообразных музеев, потому что монет этих реально много. А это значит, что эти правители контролировали достаточно обширные финансово-имущественные потоки. Ну и, соответственно, контролировали и обширные территории, и обширные человеческие массы и так далее. По всем признакам это государство, просто это государство другого типа, где главным носителем государственности является не территория, не народ, как совокупность населения территории, не народ, как какой-то этнос. А именно правитель. Правитель, соответственно, творит свою державу, а уже там народ, как бы в меру своих обязанностей или истечения таковых, может подчиняться правителю, или пойти себе куда-нибудь в другое место и подчиниться другому правителю, ну или пойти вообще в какие-то незаселенные территории и там пытаться жить сами по себе. Правда, в таком случае смысла в жизни таковых людей будет приблизительно столько же, как если, ну не знаю, вырвать у человека волосы или отрезать кусочек тела и кинуть куда-нибудь на мусорку. Там это попросту сгниет, не имея там никакого своего дальнейшего развития, не имея возможности дальше функционироваться. Так и людям было легче функционировать в рамках того общего целого, чем является государство, как таким глобальным телом династии, центральным духом которой является князь. Собственно, ведические представления о государстве непосредственно синхронизируются как с ведическими знаниями о устройстве Вселенной, где даже на уровне Солнечной системы нет никакой демократии, нет никакого равенства между планетами и Солнцем. Тем более нету какого-либо такого бреда, чтобы, соответственно, планеты голосовали, какая из них будет Солнцем. Это бред, это даже если бы представить, что такое какие-то планеты, астероиды и кометы попытались бы сделать, всё равно, как бы, ну договорились бы, ну что это было бы, всё равно, если, условно говоря, Солнце оставит Солнечную систему, а эта вся мелочь попытается кого-то из себя провозгласить новым Солнцем, то, так сказать, демократически выбранное Солнце не сможет светить, не сможет обладать достаточной гравитационной силой, чтобы контролировать всю эту систему. Это было бы максимально карикатурно, и такого, в принципе, поэтому в природе и нету. И так же, как ведическое знание о устройстве государства синхронизируется с знанием о устройстве Вселенной, так же оно синхронизируется и с знаниями о устройстве человеческого существа и наукой самоосознания. То есть осознанный человек, осознанный разум, должен воспринимать себя исключительно в духовном ключе, понимать, что, как у духовного существа, у него есть духовные цели, и стремиться к реализации этих духовных целей, а не так, что член зачесался в поисках писеньки, писенька зачесалась в поисках члена. Как некоторые говорят, рука тянется, чтобы пожрать какого-нибудь дерьмица, пасть тянется, чтобы поговорить с какими-нибудь друзяшечками. Ну и вот это все, чем страдают примитивные люди, у которых демократия не только снаружи, но и внутри. Когда такое впечатление, что относительно того, что данный человек делает, такое впечатление, что реально, что голосуют глисты какие-нибудь или какая-нибудь другая дрянь в его теле, потому что у многих, большинства современных людей не замечается вот собственной самоосознанности, не замечается, чтобы вот та вот, то уже даже не искра, вот та вот искренка, которая там у них где-то есть, чтобы она осознала себя, взяла под контроль свое тело и, ну, не идя на поводу всех вот этих инстинктов, телесных желаний, каких-то других штук, чтобы, соответственно, дальше осознаваться и дальше стремиться к чему-то высшему, чем то, что эти существа получают при рождении. Согласно физическому знанию, все должно быть иначе. Сознание первично по отношению к плоти. Плоть без сознания является ничтожной и, по сути дела, и не является ничем. Плоть без сознания ничего не стоит, ничего не значит и ни на что не способна. Когда искра проявления Всевышнего, попадая в пылевое облако в космосе, начинает собирать вокруг себя вот эти комья материи, это не демократия комья в материи, которые вдруг решили соединиться и построить Солнечную систему. Это концентрат воли, которая, обладая собственным разумом и обладая кристаллизацией вот этой воли, способна группировать вокруг себя всю материю Солнечной системы. Так, согласно ведическим, теологическим, теогоническим, космогоническим представлениям, формируются Солнечные системы. И, соответственно, государство также формируется вокруг династии и вокруг правителя. Правитель — это как дух, это как и самое ценное, и самое важное, и самое вообще определяющее, обуславливающее, фундаментальнейшее, что есть для государства. Существует боспорская мантра, архилейская мантра, которая звучит как «Теосоксистос, архианокс». «Бог высочайший, царь верховный». Ну, так данная мантра должна звучать в её повторении. В общем-то, если бы некоторые создания в своё время качественно поняли бы вот эти все нюансы и содействовали мне в проповеднической деятельности, теперь бы этим созданиям не приходилось звонить мне и спрашивать, какие же им мантры читать, когда у них над головами летают ракеты, и как им так молиться, чтобы их сейчас не пришибло. Дело в том, что данная Таргилейская мантра полностью синхронна ведическому знанию и полностью синхронна вообще вселенской истине, которая проявляется в существующей реальности. Демократия – это ложь, демократия – это попытка как бы сравнять всех для того, чтобы, с одной стороны, те, кто имеют превосходство, но оно у них тоже какое-то неправильное, им хочется как бы отказаться от прав вот такого вот духа, лидера, основоопределяющего, основоположного создания, им хочется сказать, что не, они всего лишь там какие-то там обычные граждане, а с другой стороны, они дают право и, собственно, всем простолюдинам также чувствуют себя равными, и так создается ложное равенство, так создается ложное равноправие, ложная равнопотенциальность, в рамках которой все равно те, кто имеют больше знаний, больше возможностей, они обществом управляют, простолюдинам кажется, что они тоже имеют какое-то влияние на, соответственно, мировые процессы, и простолюдины довольны, как тараканы, как такие поросятки или собачатки, хрюкают, лаят от радости, хвостиками виляют, но те, кто понимают больше, понимают, насколько же это все выглядит жалко, и вот так, как оно выглядит. Да, в демократических системах бывают исключения, в нынешнее время Украина стала одним из таких исключений, когда, в общем-то, лучшие умы, которые есть в народе, и сам дух народа, и все это так соединилось, что, в общем-то, весь народ, даже классические, самые его заблудшие, самые его дремучие части, все равно в большинстве своем стали на защиту государства. В первые дни войны, как это общеизвестно, даже бомжи несли бутылки для того, чтобы патриоты готовили коктейли Молотова, чтобы защищать страну. То есть, настолько народ уже понял, что тут вообще экзистенциальный кризис, экзистенциальная проблема, и мы или победим и сохраним свою страну, ну, или же будет все очень плохо. В первую очередь, для нас, а с нас начнется и вообще глобальная война, вследствие которой непонятно, выживет ли человечество. Так как, если у Путина получится захватить Украину, он, естественно, пойдет и дальше. Он, естественно, попытается захватить и Америку, вступит в войну, в конце концов, и с Китаем, и, в конце концов, так или иначе, будет глобальнейшая, ядерная и, возможно, война с использованием таких видов вооружений, которых вы себе даже не можете представить. Путин является также, собственно, такой квазимонархической фигурой, поскольку он не стал духом своего народа, он не стал разумом, то есть, он не стал вот этим божественным князем, он стал всего лишь узурпатором для своего народа. Он, именно пользуясь низостью своего народа, тупостью, пользуясь примитивнейшими способами рекламы, внедрил себя россиянам, как такой вот спецслужбист, молодец, политик-лидер и боец. Он такой же дегенерат, как они, он готов мочить своих оппонентов в сортире, он такой же, в общем, как обычный быдловатый российский мужик, единственное, что он молодец, политик-лидер и боец. И вот эту идею он внедрил своим гражданам, и они его поддержали, не понимая, что он не политик, он не лидер, не боец и, естественно, не молодец. Он не политик, потому что он плохо понимает вообще мировые исторические, политические, социологические тенденции. Он плохо понимает, как устроен вообще мировой процесс, и в частности он даже не смог понять, как устроена Украина. Если бы он понимал, как устроена Украина, если бы он понимал, о чем думают украинцы, к чему они стремятся и во имя чего, он бы не устраивал не ту всю историю с Крымом, которая только лишь дала толчок к консолидации украинского народа против путинской агрессии и, соответственно, сделала невозможным какое-то его дальнейшее такое псевдодружеское внедрение и какое-либо сращивание Украины с эрефией по принципу Беларуси. Ну и дальше, напав на Украину вот уже полномасштабной агрессией, он, соответственно, доказал всем, что он вообще ничего не понимает. Он настроил против себя даже тех, кто ранее могли нести бред о том, что они маленькие люди, они ничего не знают, они ни в чем не разбираются, пусть решают, так сказать, на верхах. Ну, в общем-то, как бы простолюдины и не должны в этом плане лезть и пытаться что-то понять. Единственное, что должны быть и должны иметь возможность реализовать свое понимание те, кто имеют это понимание. В современной ситуации, к сожалению, тех, у кого есть понимание, как оно должно быть, они не могут реализовать это понимание, поскольку так устроены нынешние государства. И так устроено нынешнее общество. Хотя, в общем-то, никто не мешал бы и избрать какого-либо разумного человека, даже в рамках демократической системы. Единственное, что вопрос, а кто донесет до народных масс необходимость, чтобы они именно призвали себе направление какого-то осознанного князя, а не всего лишь еще одного очередного администратора, или тем хуже еще не пойми кого. Ну и дальше вопрос в том, что народные массы не согласятся, чтобы к власти пришел тот, кто явно превосходит их в понимании, и кто поведет их не к вкусной жрачке и всему другому, чем они интересуются, а к развитию, к совершенствованию, к тому, во имя чего нужно трудиться, во имя чего нужно делать усилия над собой и так далее. Но это уже вообще другие вопросы, если все-таки еще чуть пройтись по Путину и возвращаться к основной теме, то он не политик, поскольку он не понимает происходящее, он не лидер, поскольку смог стать во главе РФ, и он всего лишь исключительно благодаря лжи, благодаря тому, что поначалу он не пришел к власти как захватчик, как лидер общественных мнений, или как что-нибудь такое, нет, его поставили как компромиссную фигуру, просто чтобы кланы российской мафии не передрались. И дальше, да, он узурпатор. Кто он есть, так это узурпатор, и не больше того. Боец, ну, кого он победил? Сколько раз его всякие прихвостни нацмеивались над Зеленским, но, по сути, как, в общем-то, боец, как мужчина, как мужественное создание, Зеленский многократно превосходит вот это странное существо, которое называется Путиным. Зеленский оставался в столице, и когда Путин обстреливал столицу, а Путин мало того, что разрастил у себя вот эту сумасшедшую банду очумелых зэков, так еще и испугался, и бежал от них, и искал, чтобы другой его прихвостень как-то разрулил ситуацию. То есть не политик, не лидер, не боец. Поэтому нынешняя эрефия, она не может считаться какой-либо монархической страной. Это квази-монархия, это пародия на монархии, пародия на тоталитарные даже государства. Что же касается нынешней Украины, то это тот максимум, до которого может дойти демократическое, соответственно, какое-то формирование. Это когда, по крайней мере, люди поняли, что нужно сохранить. Люди поняли, во имя чего следует сражаться, и в какую сторону нужно воевать. И взаимопомощно, взаимосинхронно, но без руководства высшим разумом как-то пытаются это все делать. Что же касается классических ведических принципов, то, естественно, народ это как тело династии, династия, это как нервная система и, скажем так, мозг, а, соответственно, сам князь, это как искра сознания, высший разум, высший дух, которому принадлежит и его династия, и, в общем-то, его народ, и, соответственно, все, что дальше уже как-то с этим связано. Это глубинный принцип, который лежал в основании монархических устоев, и который, когда нашими предками соблюдался, в общем-то, наши державы были могучими и непобедимыми, а даже какие-то уходящие отсюда осколки династий, как кемерийцы, могли формировать целые империи, как это, в общем-то, сделали Ахимениды, сформировав Персидскую империю. Но это тоже все отдельные темы. Ведическая державность, конечно, превосходит современные вот эти все современные представления о державности, но у греков все совершенно иначе. У греков есть какое-то количество граждан, то есть, типа базового населения какого-то города. Дальше существует какая-то процедура, как к этому базовому населению можно примкнуть, или кто из этого базового населения имеет право голоса. Ну и, в общем-то, представители этого базового населения выбирают какого-то лидера мнений, какого-то администратора или группу вот таких вот каких-то деятелей, которые, соответственно, решают какие-то общественные вопросы. То есть, по сути, греческая полисная демократия намного ближе к анархии, чем ведическая княжественность и, собственно, княжество как государство, которое является функцией и проявлением воли князя. Поскольку в ведической традиции княжеская каста, она и отделяется от других каст, конечно, она отделяется от высшей, высочайшей касты священнослужителей, которые воспринимаются как бы вне общества, которым никакие устои и законы общества, которым следуют даже правители. Священнослужителям все это вообще ни разу не указ. Священнослужители мыслят и творят исключительно, повинуясь своим каким-то канонам тех традиций, тех культов, тех ученических преемственностей, к которым они принадлежат. Но это тоже вообще отдельная тема. А вот каста правителей существует отдельно. Дальше существует каста воинов, которая часто бывает скрещена с кастой правителей. Дальше существует каста торговцев. Существует каста... Иногда существует каста ремесленников. Иногда эта каста скрещена с кастой торговцев. А иногда из простолюдинов. В некоторых случаях каста ремесленников выделяется, и она занимает как бы нечто параллельное, как некий параллельный элемент, которая по статусу равна воинам и торговцам, но, соответственно, не связана с ними, а отдельно существует по своим функциям. Ну и простолюдины, те, которые, так сказать, базовое народонаселение, приносящее пользу, ну или должное приносить пользу всем остальным. Ну и в рамках княжеской касты также издревле существовала куча подкастовых всяких понятий, обширные разветвленные обряды, каноны и все остальное, как следует действовать представителям вот этих княжеских родов, как им провозглашать о своем воцарении, как им укреплять свою царственность и так далее и тому подобное. Базово многие подобные сюжеты можно почитать даже в Махабхарате и Овесте. Отчасти в Овесте гимн Хварну также дает некоторое представление о данных явлениях. Я свято уверен, что ведическая такая система государства намного более как раз конкретизирована, намного более жестко и ясна, чем вот это греческое не то государство, не то анархия, когда всего лишь какой-то там городок, вот там живут люди, и вот эти люди всего лишь решают о том, как им в этом городке жить друг с другом. Это выглядит как-то достаточно примитивно. Единственное, что если этот городок активно плодится, то как бы тут уже людей становится достаточно много. Кроме того, если в этом городке живут не совсем уж забитые простолюдины, которые просто лишь им достаточно пожрать, поспать и сдохнуть, так и ничего не поняв, уступив свое место следующему поколению, А если в общем-то вот это базовое население было составлено из осколков каких-то высших каст, то часто получалось, что они имеют какие-то стремления к торговле, к каким-то внешним отношениям, к возможно каким-то философским деятельностям или даже к завоеваниям. И вот такими были Спартанская держава, Афинская держава и ряд других греческих вот таких вот держав. В принципе, там также постепенно формировалась своя знать, у которой прав и возможностей было чуть побольше, чем у, так сказать, стандартного населения. Там периодически пребывала какая-то часть мигрантов, назовем их так, и были рабы, прав у которых как бы или вообще не особо-то и было, или было намного меньше, чем у, в общем-то, эталонного населения. И там все это так развивалось, писались законы и так далее. В общем-то, если рассматривать историю греческих вот таких вот формирований, то там следует рассматривать историю городов и в некоторых отдельных случаях историю каких-то отдельных людей, вот типа Александра Македонского. И то Александр Македонский это персонаж на стыке ведического, династического культурного мира Фракии и, собственно, вот такой вот полесной демократической Греции. Поэтому, как бы, как бы. Но вот в таком варианте, где среди граждан никто особо не выделяется, где они не предпринимают, допустим, никаких серьезных внешних предприятий и вот так как-то живут, выбирают себе каких-то чингаджуков, те ими правят чуть-чуть, ну или даже не то, чтобы и правят, а просто типа осуществляют функции координации общества в целом. Ну их всегда можно сместить и так далее. То есть это не правители, а так. Ничто, по сути дела. И вот тут есть смысл рассматривать исключительно историю городов, как, так сказать, вот эта коллективная бессознательная города постепенно решала, что ему делать, в какую сторону развиваться и так далее. А что касается ведического, династического мира, там есть смысл рассматривать историю по родам и по конкретно взятым князьям. Именно поэтому, если вы, в общем-то, обратили на это внимание, я не пытаюсь особо уделять внимание исследованию того, следы каких продуктов найдено на черепках трепольской керамики или там керамики времен, ну, начала нынешней эры или еще когда-то. То есть я не пытаюсь осмыслять, как жили простолюдины, что они ели. Мне на это все глубоко пофиг, поскольку никакой основополагающей, определяющей ценности эти сведения не имеют. Рядовые представители народа, простолюдины в тех государствах были, ну, как таким живым стройматериалом для планов правителей этих государств. Естественно, жилось им от этого часто не то, что не хуже, а даже и лучше, чем, соответственно, каким-нибудь гражданам, а тем более недогражданам греческих городов. У греков были такие всякие прелести, как законы товарища Драконта, который вообще там, ну, как бы даже не буду углубляться, Википедия вам в помощь, почитайте, откуда произошло выражение «драконовские законы» и что с этим связано. И, естественно, каких-то таких бредней никогда никакой князь в своей державе не устраивал, поскольку зачем ему уничтожать, как бы, часть себя, часть своего потенциала? То есть, зачем ему издеваться даже над своими простолюдинами? Ведь это часть его такого глобального тела, это часть его потенциала, это часть его возможностей. Князья ценили собственный народ и стремились максимально развивать его, Так как если, допустим, у одного в его государстве даже простолюдины будут более качественными, более осознанными, чем, не знаю, жрецы в государстве другого, то, естественно, государство первого будет превосходить. И оно сможет потом даже своих простолюдинов навязать чуть ли не в правители соседям каким-нибудь, таким путем покорив их, таким путем утвердившись, таким путем уже для какого-то количества народов, которых это государство объединит вокруг себя, как мозг объединяет кости, кожу, мясо, мышцы, органы и все вот это в единое целое организма, так и максимально развитый народ, управляемый, естественно, высшим духом своим князем, может объединить соседние народы в империю, в, соответственно, страну стран. Поэтому, как бы, для мудрых правителей всегда каждый их подданный, как каждая клетка их тела имели для них ценность и и. А для, соответственно, греческих всяких этих вот, они приходили к условной такой вот типа власти на каких-нибудь пару лет, и они думали, как им за эти пару лет как-то навороваться, как им отличиться, ну, чтобы себе что-то от этого поиметь, и плюс, чтобы как-то в историю войти, и плюс, чтобы еще врагов своих желательно поликвидировать, и плюс, чтобы его за все эти законы никто потом не поликвидировал. Ну, то есть, стандартная история коррумпированных политиков типа Януковича и ему подобных. И вот Рим поначалу имел, поначалу имел, также не совсем вот это вот хаотичное аморфное нечто, чем была греческая демократия. Рим поначалу имел достаточно ограниченное количество знатных родов, которые, в общем-то, и формировали политику Рима. При этом на какие-то кастово-династические связи между ними не совсем, как бы, есть какие-то указания, поэтому непонятно, то ли поначалу это был реально вот такой вот типа греческого полис, полиса, но просто их было очень мало, и вследствие чего-то они все равно смогли подчинить окружающих, и дальше уже их таким путем стало типа много, но знати основоположное у них все равно было относительно мало. Или поначалу все эти товарищи были представителями каких-то, собственно, околокняжеских династий, но они почему-то решили отказаться от ведических династических принципов и сделать у себя нечто типа греческой схемы, я не знаю. Это уходит во времена, собственно, еще до Римской Республики. Все эти вопросы уходят в те времена истории Рима, о которых нет никаких достоверных свидетельств. Поэтому тут остается теоретизировать, а попросту гадать, гадать и еще разгадать. И не разгадать. И вот так Рим имел свой сенат. Вот так Рим постепенно сформулировал идею, что есть граждане, это, собственно, базовое население самого Рима. Конечно же, там далеко не все просто, кто живет в Риме, был гражданином Рима, и далеко не все из них имели равные права. Но отчасти об этом всем вы тоже можете почитать в Википедии и в других общеизвестных источниках. Поэтому тут не буду особо занудствовать. Так или иначе, что было, то было. И так или иначе, римская система государственного устройства, она, вследствие своей отличия от греческой системы, она является более функциональной. Она является более работоспособной и более пригодной для подчинения окружающей среды, чем, соответственно, греческая система, где демократия не даст, соответственно, как-то эффективно действовать. Демократия может дать эффективно действовать в очень редких случаях, когда нужно оборонять, соответственно, собственную территорию, или когда нужно пойти на захват какой-то другой территории, и когда очевидность этих действий очевидна для всех. Когда вот большинство народонаселения понимает, что вот так делать надо. А когда нужно строить какой-то хитромудрый план, который мало кому понятен, который, возможно, еще вообще не должен никому разглашаться, но должен осуществляться, то на такие какие-то маневры старинные демократические государства способны не были. А вот государства, которые управлялись князьями, были. Потому что князь дал такой приказ, потом другой. Какой, как бы, главный план у князя народу знать не обязательно. Но так или иначе... Но так или иначе... Кстати, в Арефии Путин пытается апеллировать сейчас к таким же каким-то понятиям, и часть своего народонаселения он уже научил, что они не должны задумываться о его планах. Но вот только путинская система не является княжественной системой. Она, скорее, антикняжественная. Там в центре государства не высший разум, а падший дегенерат. Обычный дегенерат, как вот обычные россияне. А есть дегенераты. А это такой же, по сути дела, даже во многих случаях, более дегенерировавший, чем стандартное народонаселение, но случайным способом пришедший к власти и не понимающий, что происходит ни в России, ни в Украине, ни в других странах. Поэтому, хоть Путин паразитирует над какими-то апелляциями к древним монархиям или даже к тоталитарным государствам, но путинский фашистский строй всего лишь порно-пародия как, в общем-то, даже на Российскую империю, так и тем более порно-пародия на Русь, на Третий Рейх, на Рим, ну и вообще на другие какие-то мощные государства прошлых времен. Порно-пародия, не имеющая, собственно, подлинной стержневой сути, а всего лишь какими-то периферийными типа подражаниями, пытающиеся себе что-то в этом выгадать. Возвращаясь к Риму, следует уточнить, что римляне попытались более как-то структуру упорядочить, чем это было у греков, и эта упорядоченность дала им возможность захватывать, в общем-то, окружающие территории. Так, римляне поначалу захватили саму Италию, а дальше захватили практически все побережье Средиземного моря и пошли даже дальше, добравшись до Британии, добравшись до Причерноморья, добравшись до Дакии, ну и так далее. Когда римляне захватили такие обширные просторы, это создало проблему управляемости данных просторов. Потому что захватить какую-то территорию намного проще, чем потом создать там вменяемую систему управления, вменяемые какие-то органы власти, и чтобы все это имело свой централизированный центр, и чтобы все это как-то этому центру подчинялось. Когда осуществился в общем-то переход Римской Республики в Римскую Империю, это возникло исключительно вследствие того, что Сенат Римской Республики предоставлял своему лучшему, так сказать, военачальнику обширнейшее полномочие в плане в общем-то ведения войн в плане сбора всех нужных ресурсов для этого. Но у римлян было правило, что когда такой военачальник приходит собственно уже на территории Рима, он распускает свои легионы, и там они уже являются обычными римлянами, они могут голосовать, они могут выбирать там разных деятелей в рамках того же Сената, но Цезарь, который видел, как осуществляется правление в других странах, Цезарь, у которого уже значительная часть армии даже не принадлежала базово к римской вот этой вот демократической культуре, а которые в общем-то происходили из народов с вертикалью власти, где есть правитель, есть там знать, есть воинство, есть все остальные. Они все пошли естественно за Цезарем, и так Цезарь смог захватить Рим, это если очень-очень кратко, очень-очень обобщенно. И Цезарь оказался в ситуации, когда даже как бы некоторые другие военачальники не особо сильно ему хотели подчиняться, то есть как только в римской вот этой системе возникал военачальник, у которого обширная армия, у него сразу же возникал соблазн свергнуть предыдущего правителя и самому занять престол. Еще нужно разобрать, что у римлян долгое время не было фактически поста главы государства как в общем-то отдельной какой-то собственно должности. Цезарь был всего лишь узурпатором. У римлян на момент Цезаря уже не было династических княжеских понятий. То есть Цезарь не стал провозглашать себя царем со всеми правами и обязанностями, которые из этого вытекают. То есть наследственность власти, священность этой власти и в общем-то полнота высшей государственной власти. которая как было у этрусков разве что может быть ограничена какими-то там мнениями старейшин. И то не очень. По идее Цезарь мог бы реставрировать монархию и стать первым монархом. Сейчас считается, что Цезарь стал первым императором и как правило под понятием император подразумевается нечто типа того, что уже было чуть ли не в каком-нибудь девятнадцатом семнадцатых веках. На самом же деле тогда для Римской империи это означало всего лишь победитель, который обладает военным потенциалом и не больше того. Но Цезарь на себя навешал ряд государственных должностей и понтифика и трибуна и того другого третьего снова же открывайте Википедию и почитайте полный титул Цезаря сколько всяко разных должностей он на себя навешал. Если проводить параллель с нынешним государством представьте что если возьмем какую-нибудь парламентскую республику где нет ни президента и нет как такового даже премьер-министра где максимум что есть отдаленно похожее на главу государства это какой-нибудь спикер парламента и все вот более чего-то такого вменяемого вообще нету по идее такую парламентскую республику представить можно она будет крайне неэффективна но как бы представить можно и возможно даже сейчас есть какие-то страны с таким управлением правда я ни одной такой не знаю если вы знаете можете написать в комментариях где что и как это такое есть ну и вот представим что если в такой стране появится военачальник который захочет узурпировать власть что он сделает конечно же он присвоит себе полномочия вот этого спикера как ближайшего что есть к понятию главы государства он присвоит себе должности всех министров он себе может быть присвоит еще должность верховного судьи ну еще может быть кого-нибудь там такого верховного для того чтобы поскольку он не может захватить какой-то один вот такой вот условный трон то ему приходится этот трон для себя составить из ряда должностей разных каких-то государственных структур которые ранее управлялись разными людьми ну и что в общем-то цезарь и сделал он навешивал на себя просто звание разных вот этих вот начальников и таким путем стал человеком сконцентрировавшим в своей персоне фактически все инструменты власти в тогдашней римской республике но даже жители той республики не знали что все отныне они уже живут в империи римская система как в начале так и дальше чуть ли не до самого своего конца на своих знаменах писала СПКЮР то есть сенат и народ Рима и все то есть как бы по сути они продолжали считать себя гражданами республики неправильно даже вот датировка когда случился переход от республики к империи это очень условно и это введено исключительно нынешними историками дело в том что в качестве такого яркого образа можно представить себе товарища палпатина который выступает в галактическом сенате и рассказывает о нехороших джедаях и говорит все отныне мы республику превращаем в империю выглядит достаточно себе интересно но для того чтобы такое провозгласить у граждан этой республики у парламента должно быть представление о том чем является империя если у них нету этого представления то ему придется по сути проводить целую лекцию говорить я отныне решаю вести новое слово и это новое слово будет означать большую концентрацию власти все дела все дела от чего они уже умерли бы от старости пока все это выслушали да и не факт что не имея изначально вот целостной вот такой модели он смог бы ее придумать на коленке в общем то цесарь ничего на коленке тоже не придумывал цесарь просто стал таким супер чиновником человеком который в своей персоне объединил все какие-то высшие должностные роли в былой римской республике но сенат остался сенатом все органы управления римской империей тогда еще республикой оставались ровно такими же и рядовые римляне не считали что что-то изменилось они просто считали что цесарь молодец политик лидер и боец и вот цесарь как раз на такую словесную формулировку вполне подходил потому что он был политиком который хорошо разбирался и в социальных и в политических и в психологических вопросах то есть он был политиком он был лидером поскольку когда он шел на рим то что в общем-то его люди пошли за ним против как бы сената против по сути дела своей страны против других легионов это стало возможным исключительно благодаря тому что он был лидером они его лично его уважали ну и да он был бойцом то есть он начал как военный и еще успел поучаствовать в метридатовых войнах и в общем-то закончил как самый высокопоставленный военный который только лишь был в его стране если бы не знаю Путин попытался призвать какую-нибудь часть своей армии чтобы они пошли в поход который лично он бы возглавлял то во первых выглядело бы с его чемоданчиками это крайне комично во вторых я уверен что только получив такую возможность кто-нибудь из его же солдатиков его очень быстро пришил бы а цезаря его люди реально уважали хоть да в конце как бы против него осуществился заговор и соответственно его убили но тоже другая история а поначалу он стал первым человеком в римской республике который сконцентрировал в своих руках огромные объемы полномочий но поначалу еще не было какого-то отдельного названия для данной должности для данного человека имеющим имеющего всю полноту по сути дела власти в государстве после цезаря были некоторые волнения и дальше тот кто был максимально тот кто имел больше возможностей тот кто был максимально готовым и сообразительным в той ситуации после цезаря после всех этих историй дальше повторил собственно подвиг цезаря и также навешал на себя все титулы главных каких-то руководящих должностей которые были в римской республике и так в римской республике происходило несколько столетий одним из первых еще таких деятелей был август и поэтому дальше уже через пару столетий следующие уже вот эти римские императоры не все из которых вообще знали что они императоры но в современной терминологии их так называют поэтому ладно дальше уже спустя столетия они называли себя как бы цезарями и августами что обозначало что они концентрируют в своих руках такой же вот симбиоз высших должностных полномочий которые когда-то в своих руках сконцентрировал цезарь и август в некоторых случаях императорский или околоимператорский титул цезарь и титул август даже отличались собственно тоже можете почитать о использовании слова цезарь как собственно титула и о использовании слова август тоже как титул и о том чем отличался римский император с функциями цезаря и римский император с функциями Августа. Я уже даже не говорю о том, что все они еще поголовно или через одного бывали понтификами. То, что сейчас на себя перенял вообще Папа Римский. Но это тоже отдельная тема. И вот, когда римские полководцы в разных ситуациях захватывали окружающие территории, поначалу их походы были как набеги. Иногда подобные набеги делали и скифы, и сарматы, иногда враги скифов. Это поход на вражескую территорию, где, соответственно, каких-то... Если это поход возмездия, то там накажут каких-то тех, кто раньше вредил, собственно, тем, кто пошли в этот поход. Если это изначально грабительский поход, то пойдут пограбят, пойдут еще что-нибудь там такое сделают. Ну и возвращаются. В редких случаях бывало, что увидят там такая классная территория, или там, не знаю, что-то другое, что нужно захватить, и вот реально пойти захватить там вот это что-то очень ценное. Такое в каких-то случаях бывало, но относительно редко. Чаще всего ведические или постведические вот такие державы просто походами друг на друга иногда выясняли между собой отношения. Особенно те версии постведических держав, которые уже весьма поддеградировали. Они так решали между собой отношения, без каких-то идей реально уж захватить все владения соседней страны, подчинить ее и так далее. И такое в каких-то случаях бывало, но только Римская империя поставила процесс захвата соседних территорий на поток. Базово, причем это осуществлялось, как обычный, собственно, набег. По аналогии можно представлять себе с набегами тех же татар или еще кого-нибудь, что известно в других исторических уже реалиях. Вот осуществили, допустим, римляне набег на каких-нибудь галов. Осуществили потом второй набег, потом третий. Потом галы думают, да ну его нафиг. Как-то пытаются Рим, на Рим организуют набег. Римлянам удается отстранить, соответственно, гальский набег. Римляне организуют очередной набег на Галию. И вот так какое-то время, какой-то исторический промежуток римляне и их соседи просто друг на друга ходят набегами. Но с ростом тех территорий, которые уже были под контролем Рима, у Рима было больше возможностей захватить еще одну какую-то территорию. То есть, это же не так, что, например, римляне постепенно наращивают объемы собственных территорий, а значит и численность населения, а значит и численность вооружения и всего вот этого. И галы ровно так же наращивают численность территории и населения своей Галии. И галы пошли бы, не знаю, захватили бы немцев и бритов и тоже создали бы свою империю, воевала бы Гальская против Римской империи. Нет. Галы воевали от себя и как бы они не знали, что там у римлян, они просто защищались. Иногда пытались нападать. А вот римляне с ростом доступных им ресурсов обрели возможность с большей легкостью захватывать соседние территории. Что для римлян было захватом территории? Пришли, значит, римляне, вырезали местную знать. Или вырезали лишь верховную знать. Или эта верховная знать бежала. Какой-то местный князь мог или умереть, сражаясь с римлянами, или быть захваченным римлянами, или получить от римлян предложение, от которого он не мог отказаться и типа перейти на сторону римлян, или бежать. Так или иначе, князя местного, как местного правителя, который может вокруг себя объединять местный народ, не стаёт. Остаётся всё равно какая-то элита, но так или иначе. И римляне строят там свой какой-то форпост. Строят какую-нибудь крепость, помещают туда какие-то свои военные формирования. Возможно, пытаются местных как-то рекрутировать в свои военные формирования. Но если они это сделают, то использовать этих местных они будут уже не в войне на той территории, а увезут их на другой конец империи. Для того, чтобы они не могли предать римлян в пользу, соответственно, своих сородичей. А для того, чтобы они воевали вообще с совершенно какими-то чужими чужаками, и поэтому в большей степени были лояльны римлянам, чем тем каким-то чужим чужакам. Они могли как насильственно рекрутировать местное население, так и, в общем-то, могли рекрутировать за деньги, просто обещая лучшую жизнь, просто обещая возможность какой-то карьерного роста. И многим тем, кто хотел быть воином, но не мог реализоваться в родной деревне, где максимум... Как с кем можно было воевать, так это с козами какими-нибудь. Или с местными алкашами. Ну, вообще неинтересно. А тут римляне приходят в таких вот стандартных, красивых доспехах, говорят ему, дадим тебе такие же доспехи, пойдешь там резать варваров, получишь там римское жалование. Ну, человек такой, да, да, пошли... Как бы... То есть римляне набирали из местных себе войска пополнения. Плюс римляне обкладывали местных данью, плюс, во-первых, римляне снашали тех, тех, кто добровольно готовил, ну, как бы... Или местных типа проституток, или просто тех, кто, так сказать, болел нимфоманством. Вот это все римляне снашали, и поэтому вот это все уже дальше плодило им полукровок. Плюс, если местные когда-то решат организовать какое-то восстание, римляне могли обратно захватить эту территорию, ну, и в ходе захвата еще пройтись, понасиловать местных женщин. Это еще увеличивало количество появления местных полукровок. Ну, и дальше, если такая история повторялась на протяжении поколений, то дальше уже местное население становилось все более и более романизированным населением. Романизированным в генетическом смысле, а учитывая, что римляне еще насаждали свой язык, то, в общем-то, постепенно романизированным и в культурном языковом смысле также. Именно поэтому в Европе до сих пор часть, большая часть, во-первых, стран пользуются латиницей, то есть римским письмом, а часть стран, таких как та же самая Франция, пользуются языком, большинство корней которого восходят, в общем-то, к местным народным диалектам, возникшим на основе латыни. Если не ошибаюсь, Франция, Испания, Италия, Румыния, отчасти Молдавия, вот это те страны, которые до сих пор сохраняют осколки латыни в качестве своих основных языков. Так что ассимиляция шла, и ассимиляция штука страшная. И вот так римляне смогли захватить достаточно обширные просторы. Но поскольку у римлян не было собственной какой-то кастовой культуры, то есть вот этот их верховный узурпатор, он не был, он пытался на, по аналогии с египетским культом фараона, по аналогии с культом святых царей Боспора, по аналогии с другими какими-то народными культами святых царей, римляне пытались создать культ императоров. И там был и культ, собственно, Цезаря, и культ Августа. И обо всем этом вы тоже можете почитать даже в Википедиях. То есть римляне пытались это так или иначе скопировать, развить, и в некоторых случаях даже неплохо. Но позднее это станет одним из преткновений с христианством, поскольку римляне будут от христиан требовать признания божественности и римских императоров, а христиане будут говорить «Да фиг вам, у нас только Иисус». Но для вот этой самой римской знати, которая была рядом с верховным узурпатором, было вполне себе очевидно, что этот верховный узурпатор ровно такой же, как они и все остальные, из такого же мяса, как в частности показывает даже пример с Цезарем. Да, он узурпировал власть во всей Римской Республике. Да, он даже своим гением смог расширить территорию Римской Республики. Да, он сделал Римскую Республику великой. И да, кстати, римляне редко говорили понятие «республика» в названии своей страны и империей, они это не особо называли. Они это называли термином «пакс романум». То есть, римский мир. Пакс романум. И, в общем-то, как бы, Цезарь был знатным деятелем для расширения и укрепления вот этого «пакс романум». Но Цезаря зарезали, как просто хряка какого-то, как козла, как, ну, просто любую зверюху, любого смерда, любого человека. Цезаря в тупую, в наглую зарезали. И так же само, или около того, убили еще огромное количество других римских императоров, как тех, кто носили титул «Август», так и тех, кто носили титул «Кесарь», то есть Цезарь, так и тех, кто носили титул одновременно и «Августа», и «Кесаря». Но это уже тоже отдельная тема. И, в общем-то, это вызвало, что в Римской империи были очень частыми госперевороты. Возникал какой-то узурпатор. Как только узурпатор или доставал своих подчиненных, или как только кто-то из этих подчиненных решал, как бы, сместить его, то возникал какой-нибудь бунт или какой-нибудь дворцовый переворот, и былого правителя или зарезывали, или затравливали, или забивали, или еще как-то так. А некоторых настолько устрашали неопределенностью жестокой расправы, что они травились самостоятельно, лишь бы не попасть в руки врагов. И это привело к тому, что со временем в Римской империи императоров начало становиться больше, чем один. В общем-то, если даже взять еще историю Митридатовых войн, историю с Сулой, историю с Помпеем, с Красом, с Марком Антонием и всеми вот этими, которые были перед Цезарем и во времена Цезаря, то станет понятно, что для Римской Республики было свойственным наличие больше, чем одного крупных, мощных полководцев. Ну и логически, также понятно, почему это возникает. Поначалу один полководец воюет в одну сторону, другой в другую, и при желании и принадлежащих условиях каждый из них может со временем собрать вокруг себя и часть элиты, и достаточно большие военные потенциалы, и позднее просто попытаться завоевать верховную власть и уничтожить или подчинить своих оппонентов. И данная ситуация ничуть не изменилась даже во времена так называемой уже Римской империи, потому что периодически появлялись могучие полководцы, которые иногда провозглашались императорами. На фоне того, что предыдущий император или заболел, или потерялся, или просто уже он-то еще жив, но кто-то пустил слух о том, что он или помер, или заболел, или еще что-то в таком духе. Он-то может на месте, он-то может здоров, но слух уже пошел, и, соответственно, может какой-нибудь из полководцев взбунтоваться, а может случиться так, что еще один полководец взбунтуется, и он-то еще живой, а тут уже два других полководца будут друг с другом воевать за власть, где один будет кричать, я смещаю предыдущего вот этого, а тот ему будет говорить, я отомщу за смерть нашего любимого правителя, а тут во дворце сидит, вы идиоты, что вы творите? Выходит, соберет, наконец, вокруг себя войско, выходит к тому из этих, кто выживет, пытается с ним сразиться, а тот говорит, нет, это уже не наш лидер, это самозванец, наш-то помер, я пятой точкой видел, что наш помер, а это самозванец. И вот так в Римской империи были и самозванцы, и какой только хрени там на самом деле не было. Это привело к тому, что, в общем-то, ближе уже к временам, в которые возникла Гунтская империя, когда геты начали воевать против Рима, из-за того, что когда-то Рим начал воевать против гетов, ближе уже к первым, пятым векам нынешней эры, ну, в середине этого промежутка, во-первых, был кризис третьего века в Римской империи, во-вторых, сложилась такая ситуация, что в какое-то время и Галия, по сути, объявила о своей римской сепаратистской империи. И хоть номинально пакс романум это всё единая система, но в Галии уже свой псевдоимператор, который, как бы, считает себя легитимным. В Сирии, по сути, дело свой. И римскому императору в лучшем случае подчиняется Италия, Испания и Греция. И то не всегда, и то где-то там вот-вот да и вспыхивает восстание, и то потом уже эти императоры посмотрели, посмотрели, посмотрели на Боспор, посмотрели на другие ведические монархи, увидели, что там есть такое понятие, как два, допустим, брата-соправителя, или когда сын и отец соправители, а поскольку они не хотели всё это привязывать к именно родственным связям, то они это чуть по-своему сделали, но так началась тема с тем, что в Римской империи была узаконена, во-первых, Татархия, то есть раздел Римской империи между четырьмя императорами. По сути дела, возникновение из единой Римской империи на самом деле четырёх римских империй, у каждой из которых был свой правитель, в каких-то случаях эти римские империи могли между собой даже воевать. Номинально, конечно, у всех у них Рим это столица, но, как правило, у каждой из таких римских империй была своя столица. Были какие-то даже местные, так сказать, особенности колорита, но базово структура легионов, язык, право, и все вот эти нюансы у них были стандартизированы. Поэтому Римская империя поздних времён, как и Киевская Русь, были уже не монолитным государством, а были, по сути дела, конфедерацией, как Русь перед нашествием монголо-татар. Это, по сути дела, можно назвать пакс рутенорум, то есть определённая территория, где проживает народонаселение, где правит определённая княжеская династия со своими ветвями, где общие законы, где общий язык, общие какие-то обычаи, там, всякие другие нюансы, но в рамках пакс рутенорум существовали свои какие-то княжества, так и в Римской империи. В пакс романум существовали свои вот эти осколки Римской империи, которые логично возникли из-за того, что не мог один человек создать такую государственную машину, которая правила бы всем Средиземноморьем, Британией и всем вот этим, что вы можете увидеть на карте, открыв любую карту по вопросу Римской империи. Как бы, если вы скажете, Арий, ты всё опять придумал, где ссылки, я не стану даже отвечать, потому что на самом деле то, что я сейчас говорю про Римскую империю, не является вообще ни разу знаниями рахманской традиции или моими какими-то открытиями. То, что я говорю и о кризисе третьего века, и о формировании вообще самой институции римских императоров, это всё то, что общепризнано, общеизвестно. Единственное, что для совсем уж детятушек в школе конечно же рассказывают не все вот эти подробности, а всё достаточно сжато, кратко и примитивно. Ну, а для телекозлятушек, которые хоть и могут быть великовозрастны, но в умственном развитии остаются на уровне тех же детятушек и смотрят по телевизору что-то, чтобы исключительно поразвлечься, для них также никто не разжёвывает сложную структуру пакс романум. Но римская империя уже где-то второго, третьего, четвёртых веков нынешней эры, это именно не централизированная монолитная государственная структура, а именно пакс романум, именно некая федерация или же даже конфедерация, которая имеет общие законы, в чём-то можно сравнить даже с современным Евросоюзом, поскольку в Евросоюзе есть общие законы, ну по крайней мере хоть есть и местные законы стран, но пытаются их законодательство как-то стандартизировать в общем-то для того, чтобы легче было им контактировать между собой. В этом плане как бы тут не совсем даже верная аналогия. Вот с Киевской Русью всё более соответственно. Конечно, Киевская Русь не называла себя Киевской Русью, Русь называла себя просто Русь, а относительно того, что Русь равно Киевская держава, для всех в древности было и так очевидно. Правда, какие-нибудь Суждальские земли на некоторое время также входили во владение в общем-то Руси, но они были чуждыми к Руси, как допустим какая-нибудь Британия или та же Дакия, они никак не были связаны с культурным ядром Рима, они никак в общем-то не могли даже быть связаны, поскольку и слишком далеко были от Рима, и принадлежали к другим языковым семьям, к другим обычаям и так далее. Но на каком-то историческом этапе, как территории от Британии до Аравии были объединены общими принципами Пакс Романум, так позднее территории от Молдавии до Московии были объединены в общем-то русской правдой и Русью, Киевской Русью, то есть Киевской державой, которая состояла из ряда отдельных земель, где уже начало княжество, великое княжество дробиться и возникать в общем-то как бы отдельные княжения, каждая из которых все равно пыталась не только и не столько выделиться и отделиться от всех, сколько они пытались починить именно себе все остальные осколки Руси и в частности пытались починить себе Киев, поскольку Киев в общем-то это сердце, это центр, это то, что определяет киевскую державу ровно так же как и Рим определял римскую державу. Поэтому в римской державе также была куча всяких осколков, всяких проблем и всего разного, но все вот эти осколочные императоры и все вот эти квази-империи, которые возникали и существовали и на протяжении десятилетий даже некоторые осколки существовали вот в независимом состоянии больше столетия, но все они все равно причисляли себя к Пакс Романум и все они хотели в общем-то так или иначе подчинить себе Рим и доказать, что именно их версия Пакс Романум более правильная. Завершилось это лишь когда в общем-то империя официально разделилась на две части и дальше и дальше они уже в этих частях попытались сделать именно более централизированную власть и во многом во многом тогдашние архитекторы западной и восточной римских империй опирались уже даже на войска Даков Аланов и других всех тех кого они нанимали для того чтобы те приходили воевали на их территории уничтожали их каких-нибудь там сепаратистов оппонентов помогая им выкристаллизовать собственно свою вот эту западную или свою вот эту восточную римскую империю но даже византийский император ни разу никогда не называл себя византийским византийскими начнут называть себя только лишь императоры уже буквально перед самой кончиной византийской империи уже когда придут турки то есть это спустя более чем тысячу лет а когда римская империя разделилась на западную и восточную и тот и другой римские императоры называли себя римскими императорами как в общем-то чуть раньше когда соответственно они сформировали тетрархию то есть правление параллельно правящих четырех императоров там также никто из них не называл себя там византийцами или еще чем-то в таком духе это все римские правители цезарь августы постепенно также уже слово император придавалось значение соответствующее нынешнему пониманию постепенно так это все развивалось и и вот у римской империи было два таких странных дополнения первое странное дополнение это боспорское царство боспорское царство в плане некоторых юридических аспектов по сути было как бы чуть ли не частью римской империи хоть и автономной частью боспорское царство по крайней мере номинально должно было вести всю внешнюю политику в том же ключе в котором ведет ее рим и боспорский царь должен был быть всю дорогу филаромеем и филоцезарем то есть другом для рима и другом для римского императора то есть по сути дела боспор и римскую империю можно сравнивать со союзным государством на примере допустим нынешней Беларуси и Московии когда есть старший партнер есть младший партнер но иногда этот младший партнер очень даже брыкается не желая чтобы старший его полностью подчинил и подмял под себя в общем-то конечно и рим не был настолько деградировавшим как нынешняя эра эфия в общем-то и в боспоре правили правители непревзойденно достойнейшие чем и даже никак не сравнимые с нынешним правителем Беларуси но в качестве некой аналогии привести можно однако в отличие от нынешней Беларуси которая в плане государственного устройства и всех юридических норм по сути принадлежит к юридическому пространству Российской Федерации Боспор не принадлежал к Пакс Романум то есть в Боспоре не было доминирования римского права в Боспоре не было доминирования римского языка латыни не было доминирования в общем-то всего того что доминировало в самом Риме то есть в культурном в юридическом в экономическом и в ряде других смыслов Боспор не принадлежал к Пакс Романум однако было одно государство которое принадлежало к Пакс Романум в культурном и юридическом смысле однако в плане управления было абсолютно независимым и там даже никогда и речь не шла относительно того что они будут под пятой Рима предлагаю подумать и очень прошу настоятельно прошу что если вы все-таки потратили практически два часа своего времени чтобы выслушать во многом занудные мои все эти рассуждения и объяснения того что вы могли бы и сами изучить если бы хорошо учили историю если вы уж такие молодцы то не поленитесь поставьте сейчас видео на паузу и перед тем как вы услышите мой ответ напишите свой вариант как вы думаете о каком государстве идет речь когда я говорю о государстве которое имело полную независимость которое было полностью самобытным которое не было завоевано римлянами и которое само не сдалось римлянам в общем-то в оккупацию которое просто устроило у себя фактически аналогию пакс романум и допустило даже на свою территорию латынский язык хотя и доминирование осталось за местным языком но по многим параметрам они монетную систему синхронизировали с римской синхронизировали причем намного лучше чем была синхронизирована боспорская монетная система и что самое главное они собственные законы вычухали по римскому образцу единственное что они конечно же сохранили не республиканскую основу а именно княжескую основу для формирования и правления в государстве однако ряд периферийных юридических концепций они просто подчистую скопировали у римлян просто по факту переняв пакс романум возможно отчасти контактируя с римлянами и дополнив им пакс романум но так или иначе они на время устроили в своей стране достаточно неплохую аналогию того что было в риме вплоть до того что даже в столичном амфиктионе этой страны было поселение которое было от начала до конца спроектировано по римским градостроительным каноном настоятельно прошу вот дальше как бы не дослушивать перед тем как вы напишите комментарий о ком я говорю сначала остановите сначала напишите свою версию и потом прослушивайте просто ну в действительности огромная просьба имейте хоть какое-то уважение к человеку который потратил кучу времени на все эти материалы не только как бы даже это видео и все остальные мне важно как бы понимать насколько хорошо вы понимаете исторические процессы и важно понимать вообще насколько очевиден для людей данный ответ поэтому надеюсь что все-таки среди моих слушателей и зрителей нету совсем уж бессовестных и конченных созданий которые в наглую проигнорируют мою просьбу и надеюсь что по крайней мере какие-то написали что я имею ввиду государство аорсов государство аорсов аорсия до тех пор как она трансформировалась в антию в первых веках нынешней эры по крайней мере на 150 лет устроила у себя пакс романум то есть рим независимый от рима по сути без города рим без какой-то совсем уж косплейной стилизации под римские легионы но в плане структуры в плане государственного устройства и всего остального они устроили у себя аналогию пакс романум при этом римлянам это дело очень понравилось при этом у них с римлянами была дружба при этом римляне даже были не против что они полностью подмяли под себя Ольвию и при этом именно благодаря пакс романум в государстве аорсов мы на карте Клавдия Птолемея можем видеть упоминания тех городов в районе реки Днестр Днепр Южный Буг это те города которые были в составе государства аорсов это те города о которых Птолемей не имел бы никакого представления если бы царь Эвнон не решил отдать свою дочь Евнику за боспорского царевича Котия и если бы в 49 году нынешней эры он не подписал бы договор о дружбе и согласии с Римской империей но поскольку он с римлянами сдружился поскольку аорсы стремились подчинить себе все остальные скифские и сарматские династии аорсы на просторах Украины устроили в принципе римско-персидский конфликт в мелких масштабах где у расколан многие аспекты государственного устройства были подобными тем которые были у персов тех времен у парфян а у аорсов огромное количество аспектов государственности было скопировано с римских аналогов это это тот исторический факт который вот так вот чтобы прямо не провозглашаются ни официальными ни альтернативными историками в общем-то ни Украины ни Эрефии ни даже теми кто исследует римскую империю хотя некоторые исследователи римской империи пишут о том что на территории античной Украины уж как-то уж как-то слишком много всего римского в тот период было но они это как правило не особо анализируют сторонники официальной трактовки вообще в те времена не вдаются у них Русь это варяги это уже соответственно девятый век альтернативщики вообще воспринимают Рим исключительно как врага и как сторонники официальной трактовки жалобно смотрят в зубы всему римскому и как бы радуются если у нас есть какие-то заимствования от римлян так же само в общем-то и альтернативщики стараются все это отвергать но правда несколько иная и правда в том что государство аорсов на каком-то историческом этапе устроило у себя прямую аналогию пакс романум при этом многие римские деятели приезжали в государство аорсов и не только послы и не только военачальники и не только в тех случаях когда римляне совместно с аорсами громили даков или еще кого-нибудь ну и для того чтобы что-нибудь строить потому что у римлян были специалисты в своих областях у аорсов были специалисты в своих областях если вы возьмете карту Клавдия Птолемея и посмотрите какие города там обозначены именно из Северного Причерноморья то увидите что там не обозначены города которые принадлежали к державе Полян это север Киевщины вокруг Киева и Севернее не обозначены государственные формации какие-либо города рядом с Искростанским Афекционием не обозначены города Волынян а обозначены в первую очередь города Аорсов ну и дальше уже на восток обозначены некоторые города связанные с Раскаланами но там они обозначены не потому что с Раскаланами римляне настолько сильно были связаны а потому что и от Аорсов и от Баспарян римляне очень хорошо были осведомлены о том что происходит у Раскалан где там какие города плюс-минус и кто кем правит и в каких-то случаях одни кланы одни римские военачальники дружили с Аорсами а другие в противовес тем начинали дружить с Раскаланами но при этом Раскаланы никогда и не планировали у себя устраивать пак с Романом а часть знати самих Аорсов этот пак с Романом настолько достал что со временем они в общем-то сделали переформатировку своего государства и оно из государства Аорсов превратилось в Анскую державу где и династия несколько трансформировалась и в общем-то держава уже была нацелена не на пак с Романом рудименты этого пак с Романом были очень быстро удалены с территории Анской державы Анская держава была нацелена на свои идеи Анская держава в отличии от государства Аорсов уже была не конкурентом а надежным союзником а позднее они и слились с государством Раскалам и именно слияние Анской и Раскаланской державы породило империю славного народа империю Хонором Генус то есть империю как сейчас говорят гумнов Существует такой хороший сайт такой ресурс собственно адрес на который вы можете увидеть в видео этот ресурс показывает карту нахождения римских латинских надписей латинских надписей римской империи по территории Европы ну а также в общем-то Азии и Северной Африке в первую очередь если внимательно рассмотреть данную карту станет понятно что преимущественное большинство латинских надписей найдены в общем-то на территории Италии в общем-то в районе города Рим дальше по центру Италии эти надписи распространяются сосредоточение этих надписей распространяется в сторону Венеции Равенны в сторону реки По дальше есть очень крупные очаги вдоль былой римско-германской границы вдоль рек которые находились долгое время между владениями Галов и Римской Республикой собственно Южная Франция на Испанском Португальском побережье найдено много надписей на территории бывшего Карфагена и в общем-то если внимательно посмотреть то граница былой Римской империи неплохо также прослеживается по наличию надписей можно даже видеть что допустим где-нибудь в глубинах Римской империи могут быть территории на которых римских надписей не найдено а вот вдоль всей европейской границы Римской империи эти надписи найдены то есть даже такое археологическое обстоятельство неплохо рассказывает то докуда Римская империя в Европе доходила в частности у Римской империи были поползновения в сторону Дакии и временная ну как на столетие оккупация Дакии и и так же видно в общем-то что на территории Дакии сформировались и очаги в которых найдены римские надписи и в общем-то пытались сформироваться какие-то очертания границ этой самой Дакии в составе Римской империи так или иначе с другой же стороны видно что и на других территориях Европы найдены римские надписи римские надписи найдены на территории Дании на территории Скандинавии наверное самая восточная надпись вообще найдена в Индии в Агре римская надпись есть и в Самарканде в Азербайджане есть надписи надписи найдены в Грузии но это как бы неудивительно римских надписей в частности нет полностью на территории допустим Литвы Белоруссии или Российской Федерации если не считать Кубань которая в общем-то по всем историческим составляющим являлась частью Украины римские надписи найдены в большом количестве по территории в общем-то Германии найдены на территории Чехии Венгрии ну естественно Румынии Молдавии и также на территории Украины И вот еще интересно что по сути если рассмотреть географию римских надписей на территории Украины и попытаться как-то географически окреслить эти территории то отчасти они будут совпадать с границами государства Аорсов во времена во времена в общем-то Эвнона Фарзоя и Инисмея то есть как раз те времена о которых я говорил то есть как раз во времена когда держава Аорсов очень хорошо синхронизировалась с Римской империей например вокруг державы Полян вокруг Тляевии ну вокруг Тляевии кстати возможно однако не факт а вот вокруг державы Полян вокруг державы соответственно Роксоланов никаких похожих нюансов нет римские найдены римские надписи найдены на территории так сказать тех частей Крыма которые были оккупированы Римской империей имеется ввиду Херсонес и рядом на территории Неаполя Скифского и на территории Боспорского царства то есть непосредственно Пантикопей непосредственно Фанагория непосредственно рядом территория Анапы которая также принадлежала Боспору но какого-то территориального окреслывания Боспора как части Римской империи мы не видим потому что в Боспоре продолжали преимущественно писать по-гречески и в общем-то римский и латинский язык в Боспоре не очень-то и прижился нахожу также данную карту несколько неполной поскольку знаю даже о латинских надписях найденных на территории Танайса который долгое время был самым северным форпостом Боспорского царства ну да ладно как бы это существенно сути не меняет то есть да какое-то ограниченное присутствие Римской империи было соответственно в городах Боспора это представительство Римской империи не зря Боспор называл себя другом Римской империи а Боспорский царь называл себя другом римлян и другом Цезаря это просто так не возникает дальше допустим найденные на территории Одессины Николаевщины Херсонщины на территории где издревле и греки проникали и все тоже тут вопросов серьезных не возникает ну дальше если посмотреть какие границы у нас вырисовываются из римских надписей по территории Молдавии по территории допустим дальше уже по территории если смотреть как бы от Молдавии на соответственно север на северо-запад даже точнее сказать то у нас получается надписи найденные в Одессине в Одесской области дальше у нас получаются надписи найденные в Молдавии дальше Тернопольская область Каменец Подольский Хмельницкая область Житомирская область Дальше у нас Полтавская область И вот если эту территорию воспринимать тоже как попытка окреслить некоторую границу Граница, которая могла в разные времена несколько отодвигаться на запад или сокращаться на восток Граница, в некоторые времена которой проходила по территории буквально Киевского Амфиктиония Между Полянской державой и Ан... ну тогда еще не Анской, а Аорской державой, позднее Анской державой Потом Полянская держава вошла в Анскую державу То есть это вопрос достаточно долгий, достаточно такой непростой Но так или иначе, на территории Украины видно некоторое окресливание Соответственно, римскими надписями Можно видеть, что их в некоторых случаях даже по несколько найдено в одном месте И снова же, если по Википедиях, по всем другим нюансам вы поищите Какое-либо государство, которое по территориальной формации будет соответствовать данному окресливанию Вы получите или Сарматскую державу Аорсов Если еще ранее, конечно, там будет скифская держава скифов Орочей в составе Скифии Которая являлась прототипом державы Аорсов Но дальше это будет держава Аорсов Которая позднее, инкорпорировав в себя и Полян, и некоторые другие силы Станет известна как Анская держава Вот буквально границы этой Анской державой Также окреслены римскими находками, римскими надписями Потому что, как я говорил, некоторое время Анская держава пыталась синхронизироваться с Римской империей Не в качестве вассала, даже не в качестве друга, а в качестве равноценного партнера Дело в том, что территориально Анская держава Ой, точнее, еще не Анская, а Орсовская держава Когда она уже стала Анской, она уже не пыталась синхронизироваться с Римом Тогда уже было все сложно Но когда она еще была Аорсовской державой, она пыталась синхронизироваться с Римской империей И да, ввиду того, что территориально и в плане населения она была меньше, чем Римская империя По сути, они пытались у себя многое что перенимать как раз от Римской империи Потом, собственно, протест против этого и стал одной из основ для того, чтобы держава Орсов превратилась в Анскую державу То есть в державу, противодействующую всему, по сути дела, римскому и всему, что с этим связано И так, в общем-то, было достаточно долго Потом Анская держава совместилась с Роксоламской, но я об этом уже рассказывал в других материалах Суть в том, что да, на территории Украины найдено и огромное количество римских монет Найдены и римские надписи И, в общем-то, это показывает связи державы Орсов с Римской империей Это уже не на правах теории Это не на правах просто каких-то фантазий меня как какого-то альтернативного, шмальтернативного или еще какого-нибудь историка Вообще, мне даже несколько не нравится то, что, допустим, ну, мне практически так же приходится причисляться к альтернативным историкам Хотя, как бы, я не говорю об альтернативной истории Вот Фоменко-Носовский, какой-нибудь Чудинов, какой-нибудь Хиневич и другие такие Они реально выдумывают альтернативную историю человечества Они реально выдумывают то, чего не было, рассказывают о том, чего не было Они реально альтернативные историки Как бы, к этому я вопросов никаких не имею Другое дело в том, что я рассказываю, опираясь на найденные археологами факты Я рассказываю свою трактовку, опираясь на исторические источники На которые опирается и официальная трактовка, собственно, нашей истории Поэтому я не столько альтернативный историк, сколько историк с альтернативной трактовкой истории Так правильнее сказать Или, может даже сказать, фактологический историк То есть историк, который опирается на фактах, а не на догмах Тогда официальную трактовку истории можно назвать догматической трактовкой истории Мою трактовку фактологической Потому что моя трактовка опирается на фактах В догматической трактовке истории не упоминается о связях аорсов с Римской империей Вот просто не упоминается А зачем им это? При том, что есть карта Клавдия Птолемея На которой изображены центральные города Украины А это еще карта, собственно, первых столетий нынешней эры Есть карты распространения монет Римских монет, найденных по всей территории Украины И если брать, как бы, Украину То Украина в некоторых моментах более плодородна на римские монеты Чем даже какие-то части былой Римской империи Если в плане надписей у нас этим, признаюсь, достаточно так Достаточно так немного То в плане монет очень даже много И это тоже понятно Надписи обозначали то, что уже присутствовали какие-то римские Причем же большинство из того, что найдено Это найдены надписи на каких-то не портящихся На долговечных материалах, скажем так Но они возникали, когда уже существовало какое-то римское присутствие Например, в державе Аорса, в пограничных городах Где осуществлялись торга с другими окружающими державами тех времен Плюс, где были представительства разных далеких держав Были и представительства Римской империи И вот там остались те или иные надписи Потому что там были представительства Периодически какие-то и римские легионы могли забредать Потом в те места, даже когда уже союз был разорван Потому что приблизительно знали, куда забредать Потому что искали там, может быть, каких-то потомков своих родичей Которые там оставались Или еще что-то в таком духе То есть это уже отдельная история Но обилие монет показывает обширные торговые связи Украины с Римской империей Потому что Украина в те времена очень активна Ну, точнее, держава Аорсов Не буду говорить Украина, чтобы у россиян там И у российско-ориентированных, чтобы вообще припадок не случился А то, что случится припадок Они начнут непроизвольные наборы букв писать мне в комментариях Начнут головами биться об мониторы От такого плохого и страшного для них слова, как Украина И от такого поистине древнего и священного слова Потому что, если разбирать, то Данила Галицкий не создавал этот термин А всего лишь возродил В Велесовой книге, допустим, Украми обозначается не какое-то отдельное племя В общем-то, это тоже часть российской пропаганды Что Укры это просто одно из славянских племен В какие-то исторические периоды, в достаточно поздние, в действительности так и было А если берем еще Велесову книгу, то Украми и другие подобные источники То Украми там часто назывались те, кто в греческом аналоге назывались философами, учеными, мыслителями Те, кто направлены к Ра, если вот так это, ко Всевышнему Если вот так это сделать параллель Ну, так или иначе, это вообще другая тема А если касаться связей с Римской империей, то они были, их было много И, как бы, я не за то, что вот, как бы, то, что у нас когда-то римляне где-то там заходили Это доказывает, что мы цивилизация там Нет, не римляне сделали нас цивилизацией Но тот факт, что у нас была своя культура, своя держава На тот момент даже не одна, а ряд держав Это, по сути, и польская Тляйвия Страна Дулебов, по сути Это и искростанские амфекционии с обширными северными владениями Это и полянская держава Это и роксоланская держава И владение династией Меланхленов Это все кроме державы Аорсов Это все то, что во времена Аттилы как раз было единым, монолитным И вот такой вот целостной силой, целостной славянской империей Воевала с двумя римскими империями Плюс еще с некоторыми персами потом гуннские осколки будут воевать И осколки этой империи в виде каганатов Киева, Авар, Хазар, Болгар Еще долгое время будут мощными силами на территории Северного Причерноморья На территории Европы и даже на территории Западной Азии Поэтому, в общем-то, это неудивительно Что римская империя старалась установить дипломатические отношения с Эвноном Римская империя радовалась установлению дипломатических отношений с Эвноном И римская империя поддерживала эти дипломатические отношения И активной торговлей, и созданием своих представительств в приграничных городах Где была развита торговля и посольские межгосударственные отношения державы Аорсов Продолжение следует...